Да, спасибо за приглашение, спасибо всем, кто пришел. Сегодня постараемся доступно и, как уже Татьяна сказала, вот, доступно рассказать всеобъемлющее об использовании искусственного интеллекта в прикладных областях задачах. Вот, меня зовут Артем, я работаю менеджером внешних проектов компании Директ Медиа и, в общем-то, очень часто мне приходится делать то, что в рамках компании по тем или иным задачам сделать невозможно. То есть и большая часть моей работы это исследование. Накопилось какое-то количество интересной информации. Часть этой информации именно о взаимодействиях с искусственным интеллектом можно рассказать и сегодня как раз этим поделюсь. Давайте посмотрим немного о том, как у нас будет проходить беседа-встреча. Вот. Где-то это будет достаточно общая информация вводная, где-то это будут конкретные примеры. Некоторую информацию я по внутренним причинам до деталей разглашать не могу, но постараюсь сделать так, чтобы было понятно. Вот. Сначала мы поговорим о том, как можно проводить некоторые исследования, поиск информации, даже, можно сказать, генерации идей и проведение некоторых исследований с помощью искусственных сетей. Вот. Расскажу, почему раньше было нельзя, а сейчас можно. Расскажу немного о том, как можно, опять же, от генерации идей и поиска информации перейти к разработке каких-то сценариев, планов, вот, может быть, даже скриптов. Поделюсь информацией о том, как мы в компании используем искусственный интеллект для создания тестов, в том числе учебных, ну, и как для личного использования можно делать квизы, викторины, ну, и прочие вот такие интерактивные вещи. Тут все это плавно идет от разработки сценариев к тестам, квизам, ну, в общем, старался логику соблюдать. Немного расскажу об изображениях, о генерации изображений, как их можно использовать. И очень много, наверное, здесь будут говорить о подводных камнях, ограничениях, потому что важно это понимать. Ну, и важный вопрос. Затронем тему доступов, потому что не все нейросетки у нас сейчас из России доступны. Будем рассматривать, как же эти ограничения преодолеть и, возможно, ли. Ну, давайте переходим к первой теме. Вот. И сразу, да, начнем с ограничений. Наверное, кто следит немножечко за этой темой, знает, что некоторое время назад, да, самый известный GPT-чат от OpenAI, он был могуч, умен, интеллектуален, но, к сожалению, вся его база знаний представляла собой огромный массив данных, собранный, ну, на момент, скажем так, на тот момент порядка двух лет назад. Вот. Это коренным образом изменилось, и теперь многие, в том числе и GPT, оперируют информацией, которая вот прямо сейчас приходит в интернет. Это очень круто. Это очень круто, но нужно это дело проверять, скажем так. И, ну, ладно, окей, про факт-чекинг мы тоже немножко обсудим. Какие плюсы это дает? Это намного быстрее классического нашего поиска в интернете, когда мы вбиваем, формулируем тему в качестве запроса, идем в Яндекс, Гугл или какую-то другую поисковую сеть, просматриваем выдачу, читаем сниппеты, переходим на сайт и пытаемся каким-то образом через огромное количество закладок собрать нужную информацию. Может, где-то кто-то ведет конспект, может, кто-то другие использует какие-то инструменты, чтобы эту информацию усвоить, переварить, агрегировать и потом еще проверить, нормальный источник, ненормальный источник. Вот. И сейчас это стало намного более доступно. Да, и это действительно быстрее, чем пользоваться поисковыми системами. Вот. Как я уже ранее сказал, есть и минусы. Так как у нас в интернете есть не только благонадежная информация, то одним из важных критериев работы именно вот такой вот исследовательской в интернете с помощью искусственных сетей является обязательный запрос и проверка источников. Сказал уже, почему это важно. И некоторые искусственные интеллекты, многие GPT, в том числе Gemini от Google и GPT OpenAI, ну, я буду строить презентацию и показывать примеры на их, скажем так, на опыт их использования, ну, есть и другие, с источниками работают хорошо и с удовольствием их указывают. И еще один минус я здесь указываю о том, что приходится уточнять запросы. Ну, это небольшой минус, так как сам запрос, обращение мы можем сделать намного более расширенный, нежели чем по поисковую строку, поисковые системы. Это и плюс, и минус, но я отнес к минусам, потому что действительно приходится постоянно дописывать, что именно тебе бы хотелось найти. Вот я, например, приведу здесь, например, приведу пример, расскажу о том, как, например, можно исследовать актуальные темы в области, на самом деле в любой области, просто на нашем примере будет видно. Слева вот у нас сейчас у меня pointer включен, секундочку. Так, указка, да. Здесь мы видим, как просто был сформулирован запрос в GPT-4 от OpenAI, вот, и какие варианты мы получаем. Обратим внимание, что у нас здесь выполнен источник, выполнен поиск по семи сайтам, и здесь мы пытаемся найти, какие именно тренды сейчас, скажем так, на слуху в области образования, да, с помощью, там, допустим, использования того же искусственного интеллекта. Здесь, наверное, да, GPT-OpenAI хорош, но и Gemini, на русском говорят, Gemini, Gmini, тоже интересная история, потому что обучался именно на опыте Google. И здесь, если раньше нам приходилось прям детально изучать тренды, возрастание спроса, мы очень часто обращались к частотности ключевых слов. И если мы говорим о Яндексе, это сервис Яндекс.Вордстат, где мы забиваем, там, какое-то нужное слово, я не знаю, там, тренды российского образования, например, и смотрим, с какой частотой. Это слово встречается за последние 30 месяцев и... ой, 30 дней, прошу прощения, за последний месяц, и могли смотреть еще и динамику, как, там, на протяжении года количество запросов растет. Сейчас, если вам конкретные цифры не нужны, а нужна просто информация о том, что сейчас спрашивается, на каких источниках это можно делать прямо, обращаясь, например, к GPT OpenAI или к Gemini Google или к аналогичным каким-то GPT, которые, в принципе, в режиме чата это делают достаточно хорошо. Не забывайте запрашивать источники. Вот здесь они в ответе как раз показаны ссылочками, откуда бралась информация. Так. А, ну и есть еще одно ограничение, которое нас сейчас коснулось, да, если раньше мы там с Яндексом сейчас никаких проблем нет. И в Google мы могли обращаться через Google рекламу, через подбор ключевых слов, делать такую же информацию. Сейчас в России это недоступно. Но есть тот же самый Gemini от Google, который это сделает через чат. Это прям вот прям очень хорошо. И, допустим, на нашем примере мы сначала получили верхний список тем, что сейчас обсуждается, на каких сайтах, и нас заинтересовала конкретная тема. Теперь нам нужно, развивая этот запрос, так как вы, когда находитесь в рамках одного чата, у вас, в принципе, модель прям на ходу обучается и использует предыдущий контент, историю запросов, которые вы задавали, и историю ответов, которые вы получали. И вы, в принципе, достаточно легко можете навигироваться дальше. Вот в нашем примере меня заинтересовал седьмой пункт. Я достаточно легко формулирую там. Покажи мне основные тезисы по теме 7. Вот. И, соответственно, здесь у меня уже получаются тезисы. И я, не делая никакие конспекты, просто обращаясь к своему чату, могу уже прокручивая, смотреть и вести свое исследование дальше. Например, меня заинтересовало какое-то из направлений по заданным верхней тематике. Это может быть на самом деле... Ну, вот у меня может быть он слишком какой-то официозный или излишне сложный пример, но можно по любой теме вести исследование, в том числе по научной тематике, развлекательной, любой. Окей. И, кстати, еще один важный момент, так как у нас чаще всего продается пронумерованный список, это мы будем использовать и дальше, в других областях использования искусственного интеллекта, в том числе через GPT. Вот. Поэтому очень удобно получить номерованный список и дальше двигаться по пунктам. Пункт 1, тема 3. Все. Вы получаете информацию в дальнейшем. Ну, вот запросы, как я... Я самые простые запросы, варианты показываю вот здесь на слайдах. Окей. Нас заинтересовался какой-то тезис. Ага. И здесь, опять же, не переходя в поисковую систему, мы можем еще уточнить дальше какую-то более конкретную информацию. Конкретно здесь, в этом примере, есть сайты, как... Ну, я их тоже просматривал, когда готовился. Не совсем отвечающие запросы, но, опять же, нашему запросу, да, вот, то есть, как мы себе тему видим в голове. Но, тем не менее, большинство этих сервисов, которые в результате привел нам GPT от OpenAI, они отвечают запросу. И действительно есть информация, и действительно можно по этим ссылкам перейти, получить, составить конспект, воспользоваться и так далее. Вот. То есть для исследований, опять же, это, ну, не суперновая какая-то история, но мы обычно привыкли думать, что вот, ну, наверное, GPT – это что-то про напиши текст. Напиши текст мне там про грибы, напиши текст мне про колесики. Нет. Это для исследования, для поиска и даже для генерации идей очень отличная история. В том числе для... не только для работы, хотя мы больше, да, о прикладных каких-то бизнес-задачах говорим, но и для каких-то там собственных развлекательных целей, там, от активности до рецептов тоже. Почему нет? Все это работает. И все это использует теперь актуальную информацию, которая есть в интернете. Вот. Сценарий и планы. Вот из одного в другое мы потихонечку переходим. Наверное, ну, если кто-то посещал какие-то курсы, вебинары по использованию искусственного интеллекта, по использованию там речевых моделей и прочих инструментов, видели вы о том, что во главе угла, ну, ставится такая мысль, что эта история все сделает за вас. Вот вам, пожалуйста, SMM-план. Вот он, маркетинговый план. Все это, значит, делается в одном окошке. Ну, отчасти это так. Во многом не согласен. Дальше чуть-чуть расскажу, почему. Вот. Что мы здесь можем рассмотреть, когда говорим о сценариях и планах? Ну, то есть контент-план для SMM – это прям вот как по учебнику. Замечательно. Начинается с поиска идей и трендов. И дальше движемся вглубь. Вглубь смотрим, что сейчас людям интересно. Сценарий мероприятия тоже отлично работает. Если нам нужно провести какой-то ивент, мы можем сделать поисковый запрос… не поисковый запрос, запрос prompt к одному из GPT, которым вы пользуетесь, которым вы доверяете, и, в принципе, посмотреть, что уже есть, и построить свой сценарий на основе того, что имеется, или полностью сгенерировать, структурировать вплоть до тайминга и всего прочего. Скрипты переговоров. Не знаю, насколько для вас это важно. Для начинающих там продажников, телемаркетеров и так далее. Базовые скрипты генерируются прекрасно, с ветками, со всеми историями. Вот. И в том числе даже план рекламной кампании можно сделать. Это такие базовые вещи применения, которых, ну, вот так сходу можно сказать. Ну, на самом деле, все, что касается каких-то сценариев и планов практически в любой области, можно делать. Давайте посмотрим небольшой пример. Вот. Здесь мы рассматриваем, что вот… В том числе, допустим, на нашем примере, да, когда у нас есть Директ Академия, у нас есть такая достаточно виральная тема про искусственный интеллект. Ну, нужно посмотреть, что сейчас интересного происходит и придумать, а какой же у нас будет план вебинаров, спикеров, докладов, обучалок на ближайшее время. Вот. И пообратить внимание на запрос, который тут же примерно вот… Он может различаться от одной модели к другой, но тем не менее примерно вот такую информацию я запрашиваю. Покажи актуальные темы, и дальше я прошу их уточнить. Сформулирую название, дай мне краткая аннотация описанию, сделай мне небольшое описание для изображения, которое… Значит, в другом GPT или в другом искусственном интеллекте сделаю, или прямо здесь же, если это GPT-4, и запрашиваю сразу тезисный план, в общем-то, о чем будет мой пост. И, как правило, можно получить достаточно большой… Здесь я показываю тему, пример, скриншот в тему второй. Да, извиняюсь, что эту презентацию придется читать, в том числе скриншоты, потому что, ну, все-таки это информационная такая история. Вот. И можно получить достаточно… В общем, все, что мы запросили, здесь приведено. Вот. И… Так, я извиняюсь. Дальше мы переходим от… Выбираем некоторые темы и переходим уже к конкретике. Конкретику мы, опять же, запрашиваем всегда с указанием источников. И вот здесь, например, мне нужно сделать какой-то пост или статью, или, может быть, даже короткое видео наговорить, или еще что-то для привлечения контента о том, а как же классно приведи мне какой-то кейс об использовании искусственного интеллекта в научных исследованиях. И действительно, ну, тут получилось так, что я немножко об этом слышал, знал. И одна из самых таких тоже известных, прогремивших и полезных тем, это была как раз тема о применении искусственного интеллекта в области поиска решений при борьбе с ковидом. Вот. Здесь как раз я запрашиваю и модель, и методы исследований, и каких было достигнуто результатов. И, в принципе, вот у меня готовая статья, согласно моему контент-плану, который я запрашивал на предыдущем слайде. Получил идею, получил тему, получил описание аннотации, получил техническое задание на картинку и получил, собственно, сам контент, который я могу проверить. Тут у меня скриншот не поместилось с указанием источника почитать. Вот. Но здесь, по-моему, это с сайта Microsoft на самом деле статья была. Вот. И, опять же, могу пересказать свои слова, могу попросить переписать другим языком, могу попросить изменить стиль. Все, что угодно, могу с этим текстом дальше делать. В общем, как мы видим, для использования какого-то контент-плана и создания не только плана, но и конкретных публикаций, текущие модели очень даже хорошо работают, так как они работают с актуальной информацией. Ну, давайте дойдем дальше, посмотрим, что у нас еще можно делать. Тесты, квизы и викторины. Ну, викторины, наверное, я не знаю, насколько у нас сейчас это будет актуально, так как у нас все-таки более... Ну, наверное, мы предполагаем, что все из образовательной среды здесь собрались. Вот. Но тесты, в том числе образовательные тесты, это прямо то, что нужно. И здесь я буду делиться немножечко о том, как мы в своей компании, в нашей компании применили этот... эти, скажем так, технологии, какой у нас получился продукт. Покажу, что у нас получился, покажу, как вы можете это сделать самостоятельно. Вот опять, конечно, все конкретики открыть не могу, но постараюсь. Постараюсь быть максимально, насколько это возможно, честным и открытым. Вот. О чем мы, собственно... Давайте немножко расскажу о задаче, да, и что у нас получилось. Мы сейчас говорим о том, что нам в компании возникла необходимость создавать большое количество учебных тестов. И эксперименты эти я проводил достаточно давно. То есть когда еще у меня была, по-моему, четвертая модель, у GPT была версия GPT 3.5, и на тот момент получалось не очень хорошо. Вот. Но технологии как бы не стоят за год, они очень вперед шагнули хорошо. И если год назад мы это дело пробовали, не только мы, по-моему, еще там U-Rite, если я не ошибаюсь, U-Rite делилась о том, что когда генерируется большое количество тестов и вопросов по заданному контенту, критично присутствие редактора, человека компетентного, который может оценить, а вообще это нормальные вопросы, они адекватные, соответствуют ли уровню образования и так далее. Сейчас намного проще. Если раньше была статистика, что только одну третью вопросов мы можем взять и пустить в работу, то теперь это значение, я сейчас конкретно цифры не могу сказать, как сказать, подписаться под ними и сказать, что именно столько процентов, но по моим ощущениям, подавляющее большинство тестов пригодно. Именно мы говорим, если о тестах для усвоения материала. Тут еще раз оговорюсь о том, что мы говорим о тестах, которые создаются в текстовом виде, без использования дополнительных изображений, каких-то формул, хотя с формулами уже тоже намного лучше, но вот здесь конкретно мы рассматриваем текст без видео. В общем, задача у нас была создать для наших редакторов и авторов, которые в издательство передают свои учебники инструмент, который поможет им достаточно быстро создать по уже имеющемуся контенту. Неважно, это у нас уже изданная книга, учебник, учебное издание, не знаю, пособие. Или же это все еще на стадии рукописи. В общем, нам нужно было помочь нашим коллегам быстро создавать качественные тексты. Вот. И давайте я сейчас запущу небольшое видео как раз того инструмента, который у нас получился. Сейчас, секундочку. И, наверное, сверху откомментирую его. Так. Секунду. Ну, в результате у нас получился сервис на базе нашего проекта iBooks, который создан для озвучивания книг, где мы в основное поле вставляем требуемый текст, пока что с ограничением до 5000 символов. Выбираем один из четырех. Поставлю на паузу. Один из четырех видов вопросов, которые нужно получить. Это вопросы с единичным, с одним правильным ответом, с множественным выбором, когда может быть несколько правильных ответов, вопросы на сопоставление данных и вопросы на последовательность. Ну, это вот базовые четыре типа вопросов, которые используются в подавляющем виде, в подавляющем большинстве тестирований и поддерживаются большинством LMS, в том числе и Moodle. Вот. Соответственно, мы вставляем тест, показываем, какой нам... заказываем, какой нам нужен тип вопросов, получаем варианты, эти варианты вопросов. И, собственно, вот просматриваем. Что здесь важно... Ну, ладно, это я чуть-чуть дальше убегу. Чуть позже расскажу. Еще один момент, над чем мы, скажем так, поработали. Это несложно. Я тоже покажу, как это сделать самостоятельно. Если вас устраивают тесты, вы сразу можете их преобразовать и забрать файл в формате GIFT. То есть это файл, который вы можете загрузить в свой LMS-курс, в том числе и в Moodle, и тест уже без всяких преобразований, переписываний сразу станет доступен и будет работать. Ну, вот здесь кратко я на видео показываю, как это выглядит. Тот, кто работал с Moodle, знает, что вот этот синтаксис, который позволяет правильно импортировать тест. Это что касается... Да, спасибо. Это что касается нашей внутренней разработки. Сейчас она у нас уже в работе у редактора. Подключаем авторов, будем тестировать. Ну, и если почувствуем, что эта действительно тема имеет определенный спрос, ну, в том числе в преподавательской среде, будем готовы этим инструментом поделиться. Но пока не готовы. Но я надеюсь, поделимся. Давайте посмотрим, как это сделать самостоятельно. Да, еще же момент хотел сказать. Это было у нас простое решение для работы с текстом, когда у вас есть исходный текст. Но, однако, у нас пошли дальше технологии. И если хотя бы даже полгода назад работать с PDF-файлами, с Word-файлами было тяжело, то теперь с появлением модели GPT-4 и интеграцией с AI-Drive появилась возможность читать PDF-файлы. Здесь есть одно но большое, я о нем позже скажу. И о Gemini, да, Gemini, Gmini от Google тоже есть такая возможность. Там работает это все через Google Drive. То есть вы можете загружать инструменты на Google Диск и через в режиме чата с ними общаться. Тесты умеют делать и Gemini от Google, и GPT-4 от OpenAI. Если честно, с BERT-GPT я попробовал. Ну, может быть, недостаточное внимания уделил, но я не смог заставить его делать адекватные тесты. Вот, ну, еще несколько у меня было экспериментов. Тоже, наверное, недостаточно был хороший результат, чтобы о нем сейчас рассказывать. Что сейчас появилось? Сейчас появилась возможность загрузить ваш файл на облачное хранилище, да, AI-Drive, вот, и вести чат по этому документу через GPT-4. Лучше всего, конечно, работает с PDF. С Word-документами тоже работает, но там есть свои особенности. И уже в этот момент мы можем как бы масштабировать производство именно такого контента. Что нам нужно в первую очередь специальным запросом? Получить содержание книги. Понятно, что я не автор, я содержание не знаю, мне нужно по определенным главам получить название главы, номер страницы, объем текста в символах и так далее. Дальше нам нужно сформулировать правила. Вот здесь как раз и есть запросы, которые очень простые, которые я могу легко сказать, да, и там, в принципе, вы сами, начиная работать в чате, сможете легко освоить. Это, допустим, получить тест на усвоение. Давайте так, можно в лоб написать создание пять вопросов на усвоение материала с одиночным выбором и укажи правильный вариант. Никаких проблем, практически любая даже GPT-3 и 5 модель с этим справляется, все нормально. Вот. Но когда мы говорим о более сложных вопросах, на соотнесение, на последовательность, здесь уже, собственно, сам запрос в GPT сформулировать его так, чтобы вы получили результат, уже становится некой интеллектуальной собственностью. И, наверное, я вот сейчас не помню, до получения вот результата, который меня и редакторов устроит, вот, по-моему, по вопросам на соотнесение, порядка полутора дней ушло, вот, непрерывного формулирования запросов и тестирований. Вот. Поэтому, в принципе, если вам нужны простые вопросы вообще без проблем, имея подписку на GPT, AI Drive и доступ, грубо говоря, к этим двум инструментам, вы можете достаточно массово, в рамках подписки там есть ограничения, создавать тесты в большом объеме для ваших нужд, для вашего издания, для вашей библиотеки. Вот. И, ну, понятно, что для многих сейчас эта возможность в России закрыта, да, по ряду причин. Окей. Значит, мы для массового создания сейчас можем получить содержание, сформулировать запросы для создания текстов, ответов. Вот. Можем указать даже доли в каких долях, какие вопросы нам нужны для главы в среднем. И очень важно здесь факт-чекинг. Вот. То есть, наверное, все слышали, может быть, кто-то сталкивался, что если тот же самый GPT от OpenAI не владеет информацией, он может легко ее придумать. Это в том числе считают и каких-то, там, допустим, персоналей неизвестных ему. Может легко вам рассказать, что это неизвестное имя был каким-то известным военным генералом там в какой-то стране, в какой-то войне, и это будет неправдой. Вот. Поэтому пока вы не убедились, что вопросы соответствуют тексту, наверное, дальше двигаться нельзя. Факт-чекинг по книге. Ну, то есть у нас первая задача, чтобы мы действовали, вы можете это прямо указывать в рамках текста. То есть бери информацию только из текста. Или возьми, бери информацию только из загруженного файла. Не фантазируй. Там, креативити, да, вот этот вот ставим на ноль. И делайте проверки, если есть сомнения. То есть с одной стороны, выглядит прекрасно, что мы можем полностью как будто бы отказаться от редактора, от эксперта, человека, который над этим искусственным интеллектом стоит. С другой стороны, нам все равно нужно проверять. Проверяется это все достаточно просто. Вот. Я вам простой вопрос, запрос привожу. Вот. Меня смутили пункты там D и F, например. И я прошу, покажи мне пассажи, да, то есть фрагменты текста, которые подтверждают правильность или неправильность, или там подтверждают мысль, заявленную в каких-то ответах или вариантах вопроса. Вот. Опираясь на текст, искусственный интеллект, в общем-то, мне цитирует моменты. Я могу быстро, бегло посмотреть, убедиться, что это правильно или это неправильно. Чаще всего, ну, в подавляющем большинстве случаев получается правильно и правдиво. Так, позволю себе отмотать назад. Есть один момент, который я себе здесь отмечал. Секунду. Да, есть подвох. Действительно, есть подвох. Если мы работаем с PDF, в общем, в какой-то момент времени PDF, PDF, этот формат нас всех спас, да, и построил издательскую, в том числе научную отрасль, когда мы получили электронную книгу, не простую художественную, а научную, образовательную, благодаря этому формату. Но те, кто с ним работал, наверное, знают, что PDF состоит даже в рамках одного листа из нескольких слоев, которые могут накладываться друг на друга. Из каждой из слоев содержит определенное количество информации. Это может быть текст, картинка. Ну, как правило, в PDF все. Это текст, картинка и микроразметка. Больше ничего там нет. И когда у нас даже вот такие продвинутые инструменты, как GPT, четвертая модель, в интеграции с iDrive читает PDF, он не всегда понимает, а какой слой идет... Ну, я уж извиняюсь, что я руками показываю, какой слой идет за каким, в каком порядке. И зачастую, когда вы в лоб попросите отдать строки в нужном порядке, в котором они идут в книге или в PDF-документе, скорее всего, первый пассаж будет... Первый найденный на странице слой будет правильный, а дальше начнется фантазирование. Потому что даже на текущем уровне развития технологий вот эти слои в формате PDF очень путают. Вот даже такие мощные искусственные интеллекты. Является ли это проблемой для создания тестов, самаризации, поиски смысла в темном ключевых слов? Как правило, не является. Потому что в рамках страницы или в рамках даже большого набора страниц есть возможность логически соотнести их и выстроить в нужном порядке, и отдать объем информации, который соответствует действительности, соответствует документу, опираясь на который мы можем построить тест, summary, ну, там что угодно, что вам требуется. Но провести такую базовую задачу, как, допустим, корректура с правильной последовательностью строк или просто запросить большой фрагмент с последовательностью строк правильный, к сожалению, это сейчас маловероятно. Вот. Поэтому это нужно учитывать в своей работе. В своей работе, да. Если мы говорим о борт-документах, да, такая возможность тоже есть, там этой проблемы нет, но там проблема с экспортом, потому что теряются сноски, плохо пережимаются обратно в документ после корректуры, собственно, контент. И, ну, получается, что, с одной стороны, это мощный инструмент, который помогает нам в больших объемах решать наши задачи, в том числе бизнес-задачи, производственные. Но есть ограничения, которые, наверное, нужно или смириться и работать уже сейчас, что, в принципе, правильно, потому что это во много раз ускоряет производство по сравнению с участием живого человека. Ну, и в том числе нужно подождать, я думаю, что эти проблемы решатся. Хотя очень сложно сказать, потому что мы тут все-таки вот в области наших ну, скажем так, в области наших интересов производственных общаемся, да, а может быть, для всего остального мира, для которого PDF является лишь источником информации, с которого нужно выдернуть нужный кусок, быстренько его перефразировать, в том числе для исследования, для личного использования, для них таких проблем не стоит. И, ну, я надеюсь, что это в скором времени решится. Но уже есть мощный инструмент для работы, создания, там, тестов, в summary прямо сейчас. Так, этот слайд мы с вами обсудили, пример посмотрели, и запомнили, что нужно проводить факт-чекинг, проверку подлинности информации с опорой на документ. Окей. Что потом? Я коротко уже говорил об экспорте, да, и импорте. Практически весь контент, который вы можете получить, вы можете преобразовывать. На нашем конкретном примере нам нужен полученный тест по книге, по большой, ну, ладно, по средней книге, там, от 300 до 400 страниц для, по учебному изданию, ну, получается в среднем 250 вопросов разных типов, с разными соотношениями по книге выстроенной. Вот. Понятно, что можно это копировать и вставлять, но если вы поддерживаете, если вы пользуетесь, допустим, LMS Moodle или аналогами, в EPS компании DirectMedia есть свой инструмент, редактор текстов, да, тест-райтер, так называемый, который тоже поддерживает форматы и GIFT для LMS и XML. Большинство таких популярных форматов знает, и там, GPT, начиная с модели 3.3.5. Поэтому, получив результат, который вас устраивает, вы легко можете его экспортировать вот таким простым запросом. Преобразуя этот тест в формат, ну, допустим, у нас здесь будет формат GIFT для, там, LMS Moodle, вы получаете вот такой код, который копируете, вставляете свой файл с нужным расширением и легко импортируете. Удобно, практически без ошибок, но в нашем случае, так как у нас собственный тест-райтер разработан, в том числе совместимый с Moodle, нам пришлось немножечко его доработать, но небольшая доработка была порядка пары часов. В общем, если мы говорим о тестах, квизах, викторинах, здесь вопрос с помощью, скажем так, прикладного и, так, ежедневного, да, утилитарного использования искусственного интеллекта GPT и так далее, он практически полностью решен. Вот, здесь прям пользуйтесь, если есть возможность, пробуйте. Здесь, что меня радует, нам не нужно каких-то глубинных знаний, нам достаточно просто понимать предметную область и уметь сформулировать короткими предложениями требуемое, ну, там, задание. Вот, поэтому с удовольствием этим опытом делюсь. Пожалуйста, если кому интересно, пользуйтесь, повторяйте. Мир станет лучше, когда у нас получится больше адекватных тестов на всяких платформах. Изображение. Очень интересная история здесь. По-прежнему, как я считаю, проблемная область. С точки зрения какого-то развлечения, окей, все замечательно. С точки зрения какого-то бизнес-использования, по-прежнему сложно. Из плюсов генерации изображения – это быстро, да, действительно быстро. Зачастую описать запрос, написать запрос и получить изображение – это быстрее, чем найти картинку в интернете. И это в разы быстрее, чем заказать ее у дизайнера. Как правило, это уникально. Но уникально не с точки зрения, что вот только у меня есть такая картинка, ни у кого нет. Скорее всего, кто обращался, будут похожие по стилю изображения и даже по композиции. Но, допустим, с точки зрения поисковых систем, которые оценивают пиксель за пиксельным, да, последовательность элементов изображения, такие картинки будут уникальны. Это хорошо. Из минусов – вот ограничения, о которых, наверное, сейчас и буду рассказывать. Вот, так, да, чуть-чуть позже к ограничениям. Что интересно, как это дело освоить? На самом деле есть большое количество всяких генераторов изображения. Изображений о всех рассказывать не буду. Вот что для наших задач я увидел и использую. Это, опять же, GPT-4 и GPT-4O. Это шедевром от Яндекса, у которого тоже есть свои ограничения. И это MidJourney, который работает через Discord. У всех есть свои особенности, у всех есть свои фишки, у всех есть свои плюсы, у всех, конечно, есть свои ограничения. Что интересно, и такая практика поддерживается, наверное, у всех упражающих себя нейросеток, которые делают изображения. Вам в галерее на сайте всегда будут показываться, очень часто будут показываться запросы, с помощью которых человек, вот, автор. Я не знаю, насколько здесь применимо слово автор, но ладно, давайте использовать слово автор. Вам будет показываться запрос автора, с помощью которого он смог достичь вот такого изображения. И буквально можно там сесть, ознакомиться, выбрать, сделать закладочки, посмотреть, какими запросами пользовались. И уже там через какое-то количество минут, максимум, наверное, через час можно начать делать самостоятельные запросы, опираясь на то, что вы уже видели исследование, какое-то проводили исследование. Вот. И, да, здесь, ну, эмоциональный момент. Каждый по-своему представляет изображение, и чаще всего поначалу то, что будет получаться, не будет соответствовать вашим ожиданиям. Вот. Чтобы это соответствие как-то приблизить, да, к реальности, указывайте конкретные вещи. Размер, цвет, стиль, да. Вообще посмотрите, какие стили изображений бывают. Там, я не знаю, это книжная иллюстрация, мультипликация, рисование акварелью, там, классическая, там, какая-нибудь живопись. В общем, тот стиль, которому нужно, его тоже указывайте. И опираясь на чужой опыт, опираясь на конкретные запросы, не теряясь, скажем так, не стесняйтесь писать большие запросы. Это все равно будет быстрее, чем вы будете искать или заказывать изображение. Вы сможете получать достаточно близкие к ожиданиям изображения. Через какое-то время, у кого-то быстрее, у кого-то меньше, тоже зависит от задачи. Фоновые, абстрактные, классные, сопровождающие презентацию, сопровождающие, там, используемые для всякого фона картинки можно получать прям через пять минут уже у вас все будет готово. Освоите какие-то более детальные вещи, но нужно будет учиться промтингу так называемому. Давайте посмотрим, как это вообще все работает в плане ограничений. На самом деле ограничений масса. Так, я сейчас, секундочку, я увидел вопрос. Есть. Так. Работа с голосом. Работа с голосом, да, расскажу немножко в конце. Вот. Так. Что-то с интернетом, секундочку. Работа с голосом расскажу в конце. Так. Я надеюсь, слышно, потому что... Да, да, ну вот, видите, у нас есть люди, которые занимаются этим. Спасибо большое в чате. Спасибо большое, Алина. Благодарю. Вот. Есть огромное количество ограничений в разных сетях. Они разные. Но нужно тоже их учитывать. Если мы говорим вот про модель ДЛИ, которую сейчас в чате нам... Да, круто. Которую в чате нам рекомендуют, по подавляющему большинству направлений ограничений нет. Вот. Но, допустим, с чем мы в первую очередь столкнулись, когда вот издательство издает исторические книги, ну, зачастую нужно находить персонали, да, допустим, разместить какого-то деятеля, на обложку или на иллюстрацию, или на сопровождающее издание видео и так далее, и так далее. Вот та же самая модель ДЛИ, она не отдаст нам портрет, даже если знает, как он выглядит. Можно пробовать всякие уловки. Нарисуй мне портрет человека, отдаленно похожего на Сталина, с шикарными усами, там, еще что-то. Ну, и зачастую... но такие запросы тоже модели научились раскусывать. Ну, конкретно мы говорим про GPT. Вот. Однако есть Mid Journey, который без проблем рисует портреты, и на этих портретах действительно люди похожи на оригинал, скажем так. Но у Mid Journey есть свои ограничения. Во многих генераторах изображений есть запрет на бренды, то есть мы не можем использовать логотипы, не можем использовать элементы каких-то дизайнов, персонажей. Вот у меня так простой пример. Сын просил... у него там свой YouTube-канал для игры Bravo Stars. Вот он просил себе картинку. Я говорю, конечно, я тебе сгенерирую картинку. И не смог, потому что мне говорят, это бренд, ты не можешь повторять, значит, вот, использовать разработку чужих дизайнов и там персонажей и все. В этом случае помог запрос в стиле «Сделай мне картинку с персонажами, отдаленно похожими на персонажей игры Bravo Stars». Можно пробовать. Можно пробовать, но все, что брендировано, все, что широко известно, тоже может вызывать трудности. Надписи. Вот модель Daily, GPT-4 и дальше. Клеить надпись прям в запросе практически невозможно. То есть это может быть надпись английскими или даже русскими буквами, но отдаленно похожая на настоящее слово. Вот. И если у вас нужно делать там дипломы, обложки, то лучше разделить, найти инструмент, нейросеть, генератор, который вам будет делать собственное изображение, а уж надпись наложить в каком-то другом редакторе. Это будет правильнее и быстрее. Символика. Да, символика. Да, у меня будут, вижу вопрос, у меня будут в конце ссылочки и названия, в конце слайдом я покажу, конечно, и можно будет скачать. Не секрет никакой. Да, 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 есть. Но я говорю о тех, которые сейчас активно использую. На самом деле я, то есть, я извиняюсь, что я в диалог с чатом перешел, наверное. Но, окей, минутку уделим. Да, есть огромное количество, в том числе Леонардо пробовал, Playground не пробовал. Вот. У всех есть свои ограничения, у всех свои есть плюсы, минусы. Но я сейчас почему во многом говорю, в принципе, о GPT от OpenAI, потому что это все в одном окне. Вот. Это большой плюс. То есть, мы можем и сценарий делать, и делать тезы на картинке, и там же делать картинки. Но вот для нас, так как у нас идет достаточно массовое производство контента, тоже немножко расскажу, зачем, почему. Вот. Мне, конечно, удобнее вот так. Но есть, вот, допустим, и Джонни, который работает через Discord, именно для специфической работы с изображениями, намного лучше. Надписи. Сказал символика. Тоже символика рушится, символика отображается неправильно, и зачастую она может быть запрещенной. Острые политические вопросы касаются зарубежных нейронок в том числе, потому что, ну, некоторые вопросы практически вроде как для широкого диспута нельзя использовать. Собственно, можете с этим толкнуться. Ну, и авторские права. С авторскими правами. Ну, допустим, тот же самый шедевр от Яндекса. Он решает достаточно просто. Если вы хотите использовать полученное изображение в коммерческих целях, есть такая формочка, вы можете там отправить свое изображение, получить разрешение, все, дальше можете использовать. Вот. Это, ну, в других там, допустим, моделях авторских прав нет. Но где-то есть. Будьте осторожны. Вот. Сейчас как раз вот этот вопрос, про который мы говорили, да, попросили у ссылочки. Вот. Это именно те сети и вопросы доступов к ним, о которых я говорил. Вот. Что касается Gemini, Gemini от Google. Вот есть ссылочка. Это нейросети, как вам. Они называют это речевой моделью, что правда, потому что изначально это была творческая сеть, бард, так называемый, да, который классно делал песенки. Вот. Но тем не менее, это отличный инструмент для исследования, так как он, перед ним, вся база поисковая Google доступна. И, в принципе, вот по этой ссылке он работает через простой VPN. Любой, который там более-менее адекватно работает на текущий момент, можно получить доступ. Есть расширенные версии этого же, этой же модели. Это версия 1.5 Pro и версия Flash. Они уже работают через Google и iStudio. И для этого нужно... Ну, VPN уже, как правило, не помогает. Это нужна учетная запись зарубежная. И, собственно, в общем, чтобы Google думал, что вы находитесь не в России. Вот. Про GPT уже сказал много. Это, наверное, наиболее полный инструмент, который можно от работы с текстами до работы с изображениями, пока без видео. И в том числе и речью. Это есть там синтезирование речи. И, да, версия 3.5 у нас бесплатна. Можно попробовать пользоваться VPN для доступа. Вот. Ну, вообще, конечно, лучше иметь полную версию. Хотя бы, ну, 20 долларов. В наших условиях это вполне нормально, если вы это используете в работе или там в личных интересах. В принципе, подъемная сумма нормальная, тем более, что, ну, как правило, это все окупается. Сбер-ГПТ – это интересная, на мой взгляд, модель, которая сейчас доступна через гигачат. Мы ее использовали для ряда проектов. Именно обработки текстов очень хорошо себя показала. Русский язык знает замечательно. Отлично там перефразирует, упрощает. В общем, с текстами работает прекрасно. Хотя вроде как это бизнес GPT. Вот. Но мне очень понравилось. Ну, наверное, не в контексте сегодняшнего события. Я на предыдущем вебинаре рассказывал, приводил примеры. Где-то это есть, как лихо GPT от Сбера обрабатывает тексты и подготавливает их к озвучиванию. Ну, при правильном использовании. Яндекс.GPT получила награду как лучший бизнес-чат. И действительно есть куча интеграций, в том числе там с войскитом для озвучивания и так далее. Очень хороший большой продукт, но в нашем случае, вот конкретно для нашего использования внутри компании, он практически бесполезен. Так как я к нему периодически возвращаюсь, чтобы сравнить, посмотреть. Но, видимо, в сфере образования нет. А вот сделать какой-то бизнес-консультант – да. Но я не делаю бизнес-консультанты, поэтому для меня нет. Нет Джорни из огромных плюсов через Дискорд работает из России без всяких VPN. Из минусов. Так как очень возросла нагрузка и спрос на этот сервис, убрали бесплатный период. То есть раньше можно было хотя бы подучиться и сделать 25 изображений. Вот. Теперь нельзя. Но, слава богу, есть нормальная инструкция, хотя бы теперь появилась, где установить в Дискорд. Вы можете, следуя инструкции на официальном сайте, создать и подключиться к чату или создать свой сервер и начать пользоваться изображениями, уточняя их. Это очень круто, но, опять же, это все требует подписки. Вот. И эта подписка у нас стоит, по-моему, в минимальном исполнении 10 долларов в месяц. При… Сейчас я скажу. Двухста генерация в месяц. Ну, в рамках, наверное, масштабах какой-то компании это мало, но для персонального использования, если вы делаете там курсы, ведете соцсети или все вместе, в принципе, этого достаточно. Вот. И у нас, в принципе, как и у всех, кто… ну, как компания находится в России, у всех есть проблемы с доступом. Так или иначе. Здесь я не раскрою, наверное, какой-то тайны, никого, ну, там, не обижу, ничего, просто расскажу, как можно попытаться получить доступ. И свои мысли выскажу, это, опять же, только мои оценочные суждения, здесь какую-то правоту я не претендую. Ну, основная моя мысль заключается в том, что если есть возможность оплатить и пользоваться полноценной версией с подпиской, ну, нужно это делать. Очень много сейчас там есть ботов, где бесплатно можно получить, три генерации в Телеграме. Ну, это все, наверное, не очень серьезно, если мы говорим о решении каких-то вот регулярных, производственных, бизнес-задач, образовательных и так далее. Я считаю, что подписку нужно оплачивать, пользоваться и не страдать от вот этих ограничений. Больше теряем времени на поиск, скажем так, бесплатных решений, нежели работаем. Вот. Что у нас интересного есть в России на эту тему? Вот в свое время меня очень привлек чат ВсеGPT, классная идея, где собраны все GPT. Вы приходишь, оплачиваешь 300 рублей подписки, выбираешь модель, пользуешься. Ну, 300 рублей – это просто мы платим за доступ, за возможность выбирать модели, а дальше вы пополняете баланс, и за каждую генерацию, за каждый промпт, запрос вы дополнительно со счета списываете деньги. В принципе, для того, чтобы выбрать подходящую вам модель, вы можете оплатить разовую подписку и перебрать. Там десятки моделей использованы. Вы можете посмотреть, как они работают, например, с текстом. Ну, там большинство текста, программный код, в общем, все, что можно буквенными символами вывести, там работает. Вот. Работает не супербыстро, работает со сбоями, работает, на мой взгляд, необоснованно дорого, и еще неудобный интерфейс. Но для того, чтобы понять, а какие вообще есть GPT, как они будут реагировать на один и тот же запрос, допустим, по одному и тому же тексту, чтобы выбрать модель, вполне себе можно один раз потратиться, поэкспериментировать. Изображения работают отвратительно. То есть, во-первых, в небольшом разрешении они тоже пытаются перепродавать. Но понятно, что это сервис просто перепродает свою подписку за рубли. Изображения вообще не рекомендую даже пробовать, потому что в маленьком разрешении со сбоями. Сейчас точно я вам до копейки не скажу, но запрос на одну генерацию, что-то вот там от, по-моему, от 8 до 15 рублей у меня выходил, но это безумно дорого и с тем качеством, которое предоставляется, нет. Поэтому для изучения каких-то текстовых моделей класс, попробовать один раз заплатить 300 рублей, еще 300 положить на счет, выбрать, да, все, дальше надо с этим сервисом прощаться. Спасибо и до свидания. Вот. VPN, ну, в общем-то, местами еще работает. Я на предыдущем слайде рассказывал, что там, допустим, Gemini можно пока пользоваться. Там настройка Google вставим в другой регион, подключаем. В общем, есть инструкция. И то, и то надо сделать, и будет работать. Пока работает VPN. Собственно, разработка. Ну, наверное, что-то я тут совсем заоблачное рассказываю. Но для тех решений, где вы уже разработали шаблоны, ну, вот у нас в рамках компании двух продуктов мы используем. Сейчас это генерация тестов и адаптация текстов для озвучивания. Вот. У нас наработаны шаблоны. Мы в первом случае, я вам показывал, как это работает. В втором случае, на предыдущих вебинарах показывают, как работает подготовка, расшифровка аббревиатур числительных. Вот. Да, все верно. Это сложно. Но мы не говорим о собственных и решениях. Мы говорим о интеграции. Есть зарубежный сервис, мы сделаем для него свою адаптацию и через интерфейс отдельно, удаленно этим пользуемся. Для компаний, да, абсолютно верно, что если у вас на этом построены какие-то процессы, которые у вас можно оптимизировать, удешевить, улучшить качество, редактура, корректура, генерация текстов, поиск информации, создание там, ну, все, что угодно, саморизации, аннотации, все, что вокруг, допустим, вот издательства Директ Медиа, это имело смысл. И действительно такая разработка, она имеет смысл. Для личного использования, ну, конечно, нет. Вот. Интересный момент, которым дальше раньше пользовались мошенники, но теперь это становится абсолютно нормальной практикой. Есть... Я не буду сейчас рекомендовать конкретно, но есть возможность арендовать компьютер за рубежом. То есть вы платите какую-то сумму для того, чтобы у вас есть выделенный ноутбук или стационарный компьютер, который стоит в комнате в какой-то другой стране, у которого... на котором авторизованы ваши учетные записи, отплачены подписки, и вы через AnyDesk там или любое другое удаленное управление пользуетесь, в общем-то, без ограничений и просто пересылаете себе результат. На самом деле даже мы этим пользуемся. Ну, нам проще, потому что я, ну, нахожусь сейчас в другой стране, и вот у нас компьютер стоит для редакторов, пожалуйста. Вот. Но и в рамках компании вот у нас есть собственные разработки, есть... Я как исследователь, который везде пытаюсь найти применение и возможность получения доступа. Ну, и аренда или установка собственной машины, да, компьютера, ноутбука, чего угодно за рубежом тоже нормально. И если у вас... Вы экономите, там, я не знаю, 100 тысяч рублей в месяц на автоматизации рутинных, понятных, шапонизированных задач с помощью какого-то искусственного интеллекта, ну, там, за 10-20 тысяч арендовать компьютер вполне можно. Вот. Это что касается основных вариантов доступа. Про подписку я сказал. Про голос. Был вопрос, что с голосами. Сейчас, ну, тоже небольшое... Это находится в области моих, скажем так, профессиональных интересов, потому что с голосами мы работаем тоже. Направлено сейчас... Сейчас я постараюсь формулировать правильно. Есть сервисы, которые исторически занимались генерацией, созданием... Как называется, простите, уже заговариваюсь. В общем, озвучиванием или расшифровкой из голоса в текст, из текста в голос, из видео в голос, заменой голосов. И в какой-то момент просто от базы готовых голосов эти сервисы сейчас все переходят в сферу подключения, дополнительного подключения, интеграции искусственного интеллекта. Если интересно, я вам сейчас ссылочку скину. Вот я их просмотрел много, но хороший пример. Я сейчас, наверное, сильно не буду про него долго рассказывать, но в чат скину ссылочку. Мне очень нравится сервис. Вот. Там как раз вот эти все варианты. И в том числе доступно рассказывается о том, как используется, интегрируется искусственный интеллект в сфере озвучивания, расшифровки, переозвучивания, замены. Вот. Это все на примере одного сервиса прекрасно понятно. То есть, в принципе, эта сфера движется все в эту историю. Вот. И отличаются, ну, понятно, качеством, отличаются ценообразованием. И, ну, вот сейчас просто для понимания. Для понимания. Здесь, опять же, никого не обижаю. Мое оценочное суждение. Насколько у нас сейчас разница в технологиях, да? Почему все-таки при… Если у вас есть возможность, нужно западные решения пробовать, тестировать, даже вот на каком-то уровне, самым простом. Есть Яндекс у нас всемогущий, и есть Тинькофф, тоже передовые технологические лидеры рынка, скажем так. Обе этих компаний предлагают создание, разработку своего брендового голоса. Вот. Это занимает от месяца, стоит больших денег на корпоративном тарифе, и, ну, по факту это происходит обучение модели. Когда садится человек, голос которого вы хотите использовать для своих бизнес-задач, и там по несколько часов, каждый день в течение месяца по шаблонам читает тексты. В результате дрессируются модели, вы получаете свой голос, который можете использовать в телефоне, в чатах, где угодно, в озвучивании, чего хотите. Вот. И в то же время есть зарубежные ресурсы. Я сейчас не называю. Вот. Вот. Где это делается за минуты, максимум за часы. За часы. Вот я один раз час прошел, хотел, ну, изучал вот это вот именно клонирование голосов, обучение голосовой модели. Я читал на английском фразы. У меня каждый раз, ну, очень часто там есть некое анкетирование. Говорили неправильно, перечитайте. Вот. После часа у меня получилось создать копию своего голоса. Это было очень мучительно. И я представляю, как будет мучиться месяц человек, которого, там, Тинькофф или Яндекс будут использовать. Вот. Поэтому просто по уровню технологий, да, в некоторых сервисах это занимает минуты. Вот. Ограничения. Понятно, что это доступ к зарубежным сервисам. Это оплата зарубежными картами. Ну, и, собственно, вот эти все технологические проблемы, о которых мы говорили. Вот. Дальше я, наверное, в эту тему сейчас погружаться не буду. Можете сами посмотреть. На примере этого сервиса, который прислал, все у нас, в принципе, будет понятно. Надеюсь, не сильно общая, но и в детали не вдавался, тему как мог раскрыл. Если интересно, я всегда на связи в компании Директ Медиа. Контакты мои есть. Будут вопросы, пишите в личку. Всегда отвечу. На этом всем спасибо. Рад, что в чате писали, рад, что есть вопросы. Спасибо большое и до свидания. Хотя повешу еще, вдруг какие-то вопросы возникнут. Так, ну, раз вопросов нет, давайте. Ага, что-то в чате. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо. Давайте мы Татьяну Викторовну тоже пригласим. Ну, я просто не умею завершать красиво вебинар. Вот, и не знаю, какую речь на выходе нужно держать. Так бы я справился сам. Ладно, надеюсь, Татьяна Викторовна сейчас подключится, ответит на организационные вопросы. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok